Мы камни фундамента в ваших плотинах, вот историк точен, необратим, но опять мы встаем из дымящих лет. Мы живые как совесть, простые как хлеб. Постановку ко дню столетия ВЛКСМ во Дворце творчества детей и молодежи открывали пламенной речью. Главное отличие данного мероприятия от сотен других, что проходят по всей стране, это аудитория. Большую часть зрительского зала занимают не бывшие комсомольцы, а современная молодежь. Изначально мы хотели показать детям, ну просто исторический экскурс в историю. Вот была гражданская война, отечественная война, восстановление страны. Мы никуда не уйдем от этой истории, она с нами. И как сегодня посмотреть на нее, как ее оценить, мы постарались не давать оценок, но все-таки показать историю вот с точки зрения того комсомольца, которым он был. Погрузить зал в историю страны и комсомольского движения также предстояло молодым. Артистам театра-студии «Родничок» пришлось ознакомиться с темой сверхшкольной программы, чтобы понять саму суть существования комсомольского союза молодежи. Чтобы не жег позор за подлинное и мелочное прошло. Ну основная суть, что в жизни человека самая главная родина, и родину нужно всегда ставить выше своих каких-то принципов, своих устоев. Ну, не знаю, я не считаю это верным, но тем не менее это было. И, наверное, это все равно повлияло положительно все-таки на дальнейшую историю СССР и в дальнейшем России. Действительно, несмотря на очевидно положительную роль советской эпохи в летописи нашей страны, современное поколение гораздо меньше чувствует причастность к символам тех лет. Но, возможно, перед лицом исторического вызова, будь то фашизм или новый разгул самодержавия, сегодняшняя молодежь проявит себя не хуже своих прадедов. Александр Бычков, Дмитрий Швецов, Местное время.